Всем привет! Добро пожаловать на Бизбрик! Ну что ж, многие из вас оценили видео-гайд по покраске деталей к роферу. Кто не смотрел, прошу вот взгляните, где-то здесь я размещу ссылку. Оцените, пожалуйста. Ну а здесь я хочу продолжить свою, так сказать, уже почти рубрику о покрасе деталей. Ну и в будущем, я надеюсь, масок. А в этом видео я расскажу вам о нескольких полезных мелочах, что облегчат вам жизнь в покрасе. Ну или что-то просто, если вы будете заниматься кастомизацией деталей. Давайте начнем. Естественно, первое, что вам нужно сделать, это организовать себе рабочий уголок. Как я уже говорил об этом в прошлом видео. Ну и, естественно, это должна быть какая-то заплаточка, такая подложка под стол, чтобы его не запачкать. Ну вот у меня здесь стоит вот такая лампа, чтобы было светло, ну и вообще разглядывать, значит, что ты там вообще делаешь, красишь. Также у меня есть вот такой вот постаментик для красочек сейчас. Вот, значит, краски все стоят, кисти лежат, ну и сзади там оставалось место. Я туда вот такие подставки для того, что я уже покрасил, буду делать, то есть ставлю туда. Значит, это, кстати, перекрашивать я, наверное, буду, сниму краску. Вот, ну а сегодня о том, что вообще нужно, чтобы начать заниматься покраской. Ну как, что нужно? Нужно это, по сути, немного. Но вот некоторые вещи, о которых я как раз расскажу в этом видео, вам очень облегчат эту задачу. Ну первое, и, по-моему, одно из самых основных, это постамент, по сути, для того, что вы будете красить. То есть в ближайшее время я хочу покрасить масочку одну. Хау 2011 года из серии Старс. То есть, на постамент мне позволит это сделать достаточно просто, при этом ни запачкав ни руки, ни маску. То есть я на него надеваю маску и держу там, как мне удобнее, там, что-то могу поближе сделать, как-то там. В общем, регулируется все, по-моему. Ну, как бы, конструкция, естественно, не нова, но все-таки, я думаю, про ее конструкцию рассказывать не надо. Здесь все ясно и понятно. Вторая вещь, которая довольно сильно облегчит вам жизнь в плане экономии красок, является вот эта мокрая палитра, так называемая. Как она сейчас делается, я вам объясню. Вот все, что вам понадобится. Значит, обычный пластиковый контейнер, который, благо, навалом у любого. Салфетки, абсолютно любые, ну, достаточно внушительная стопочка и бумага для выпекания. Значит, в контейнер кладем эти самые салфетки. Вот у меня здесь лежат чуть поменьше, правда, но вот. И потом, значит, обрезаем бумагу для выпекания и кладем туда ее, соответственно. Потом все это дело заливаем водой. Ну, я не буду показывать, благо мне вторая сухая палитра не нужна. Точнее, мокрая палитра. Вот. Но, вообще, это делают для того, чтобы краска дольше сохранялась. Обычно вы, открывая краску, там, до этого ее взбалтывая, значит, набираете. Нужно положить ее на куда-нибудь, там, на какую-нибудь любую палитру. Смешать ее с водой, развести. Ну, а через несколько часов она высохнет и превратится в ничто. В результате очень много краски расходуется зря. Ну, и сложнее все это дело. А мокрая палитра за нас делает все. Как только мы туда кладем краски, она автоматически, ну, как автоматически, чисто физически смешивается с водой. Воды туда, кстати, наливать много не надо. Вот. Смешивается с водой, в результате у нас краска сразу получается разбавленной водой. Не очень густая. В принципе, что нам и нужно. А такая краска может храниться очень долго, если мы положим эту самую мокрую палитру в холодильник. Вообще, я слышал, что до буквально двух недель может краска оставаться свежей. Ее можно использовать в такой палитре. Значит, а вот это то, что нам потребуется, чтобы, значит, ну, смачивать кисти, естественно. Ну, обычная вроде бы банка, но лично мне легче использовать ее специально. Ну, то есть, во-первых, ну, она банка не проливашка или не проливайка, в общем, кому как нравится. Ну, и она может, как бы, держать кисти в таком положении, потому что, значит, на мне как-то их вот так ставить. Мне очень удобно, в результате она вот падает. Ну, это, как бы, уже не очень важно. Все это не очень важно, это просто облегчает вам жизнь. Ну, и последнее на сегодня это вот такая вот палитра для драйбраша. В принципе, ей может служить любая подстравка, ну, пластиковая, либо крышка какая-то от чего-то. Как показывает практика моя, на пластике разминать кисть для драйбраша гораздо удобнее, нежели на мокрой палитре. Ну, либо просто вводя по какой-нибудь газете или что-то в этом роде. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Для чего стоит хотя бы одна мокрая палитра? Стенд тоже неплох, но это можно заменить. Эта штука, в принципе, тоже не важна. Но, тем не менее, как они облегчают жизнь при том же покрасе. Ну, что ж, а вы были на канале обзоров и с вами на коллега Березбрик. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!